Доброе утро! Доброе утро всем вам! Спасибо, что пришли. Артём, вам в первую очередь за терпение. Мы продолжаем тему массажа, выясняем, в общем, пользу всё от этого процесса. В прошлый раз, Ольга, мы говорили о массаже рук и ног для... И животика. И животика, да, для трёхмесячного ребёнка. На чём сегодня сакцентируем внимание? Ну, во-первых, продолжим. Закончим массаж, потому что у нас осталась незадействована грудная клетка спинка. И покажем первые движения ребёнка, которые мама начинает уже учить его делать с трёхмесячного возраста. То есть, потому что ребёнок начинает активно двигаться самостоятельно с трёхмесячного возраста уже. Так, ну вот у нас подопытный Артём уже готов в полной, понимаешь, красоте и вот выкладке. Мы начнём сегодня с грудной клетки, правильно? Да. То есть мама... Так, рассказывайте, какие нужно делать упражнения. Мама берёт своими ручками, делает движения сверху вниз в стороны по грудной клеточке. То есть так, чтобы ребёнку было комфортно. А в чём ему нравится? Давление рассчитывать так, чтобы ему было приятно. То есть этот массаж улучшает кровообращение, микроциркуляцию. Ну и просто весело. То есть несколько движений. И переворачиваемся на спинку, ой, на животик. Так. Аккуратненько. И... А вот вы как-то так по-особенному переворачивайтесь. Ну, это мы потом покажем отдельно. Сейчас пока спинку. У Павел сам, да, он это делать должен? То есть мы ему только чуть-чуть помогаем. Сейчас покажем, да, как это делается. Спинка делается тоже аналогичным образом. Сверху вниз, прямо от шейки идёт движение стороны. То есть аккуратненько гладим по спинке. Ну вот такой массаж действительно может делать любая мама. Для этого не нужно какого-то специального образования? Абсолютно. То есть мама своими руками, ребёнку комфортно, он не нервничает, он чувствует свою маму, ему приятно. В три месяца, обратите внимание, он уже лежит, опираясь на ручки. Это всё благодаря массажу? Это благодаря развитию ребёнка. То есть трёхмесячного возраста он не просто лежит на животике, он уже приподнимается, он уже начинает разглядывать всё вокруг. Можно положить перед ребёнком игрушку, он будет на неё с удовольствием смотреть. И мама делает свои движения сверху вниз по спинке. А нужно ли для такого массажа использовать масло специальное? Не обязательно. Это же массаж ежедневный. То есть мама в любой момент, переодевая ребёнка, может взять и поделать такой массажик. То есть не нужно делать обязательно это с маслом. То есть какой-то специальной подготовки. На усмотрение мамы, но специально не нужно какое-то масло приобретать. Хорошо. Мы вот здесь, пока готовились к выходу в студию, видели интересное упражнение, которое помогает малышу научиться переворачиваться. Давайте его тоже покажем. Да, то есть переворачиваемся обратно на спинку. Три месяца малыша начинаем учить движениям, так, чтобы он их делал сам. Так, так, так. Хорошо. Мама берёт Артёма за ножку, начинает ножку поворачивать в сторону, и ребёнок за счёт косых мышц живота должен сам перевернуться. Ну, в конце можно помочь, показать ему, как достать ручку, потом он будет это делать сам. И таких движений должно быть несколько. То есть вот прямо пока ребёнок в настроении, он лежит довольный, мама делает это неоднократно. Влево-вправо, влево-вправо. Ольга, ну вот пока вот Артём продолжает делать эти самые упражнения, полезные для такого навыка, как переворачивание. Прям вот тянем за ножку, и он сам переворачивается. Отлично получилось. А вообще скажите, как понять, что ребёнок не в настроении делать сейчас массаж? Естественно, он не будет улыбаться, он будет ругаться, кричать, и понятно, что ему не хочется. А означает ли это, что ребёнку некомфортно, что у него может что-то болит, может его что-то беспокоит? Естественно, ему некомфортно. Почему? Это другой вопрос. Может, он хочет спать, может, он хочет кушать, а может, просто не хочет общаться в данный момент. То есть, как правило, с утра, покушав, ребёнок в настроении, и этот массаж лучше всего проходит утром. Под настроением. Всё-таки есть какие-то противопоказания, что вот в данный момент этот массаж лучше не делать? Что-то вот там температура, допустим, у ребёнка или ещё что-то? Естественно, во время температуры массаж мы не делаем. То есть, во время температуры мы лечимся. Противопоказания к массажу в раннем детском возрасте – это недобор веса. То есть, пока ребёнок хорошо не начал набирать вес, мы массаж вообще не делаем. Но массаж мамиными руками, лёгенький совсем, пальчиков, то, что вы делали в прошлый раз, животик – это всё равно делается. Потому что перистальтика кишечника должна быть нормальной, и то, что вы делали в прошлый раз, ложили ручку на животик – это надо всё равно делать. А такой массаж интенсивный, длительный, он не делается. Ну вот всё-таки после массажа, может быть, нужно чем-то обработать? У меня просто такое представление, что всегда детей нужно обмазать, обсыпать, там завернуть. Не обязательно. То есть, лишние какие-то аллергены ни к чему. То есть, массажисты не всегда используют какие-то масла. То есть, их можно просто делать обычно руками, и от него всё равно будет польза. Специально не надо ничего делать. Вот у нас трюки продолжаются. Да, да, да. Здравствуйте, Артём и понравилось. Маме понравилось, ему, в принципе, тоже. Да, и маме, и Артёму понравилось. То есть, он потом сам уже будет понимать, что нужно ногу. Он сам будет переворачивать. Годам 26 научатся, конечно, чтобы быстро переворачиваться. Друзья, мне хочется завершить это всё-таки неловкий момент, когда в студии все одеты, понимаете, только медный Артём у нас здесь, да, раздеты, остается в одном памперсе. Мы напоминаем, что нам разбираться вот с этим вот самым детским массажиком помогал товарищ Артём. Совершенно спокойнейший человек, на удивление всей нашей студии. Мама Алёна, спасибо вам большое. Ну и также мы благодарим Ольгу Алиеву, невролога детской поликлиники новой больницы. Через пару минут мы вернёмся в эту студию, ну а пока вы узнаете, куда сходить в ближайшее время в городе Екатеринбурге, потому что у нас на очереди рубрика «Афиша». Субтитры подогнал «Симон»